Столетний Александроневский храм в Челябинске, творение знаменитого архитектора Александра Померанцева, озарил свет нескольких десятков светильников. Архитектурную подсветку включили в присутствии митрополита Челябинского и Златоустовского Феофана и главы города Челябинска Станислава Машарова. В эти праздничные дни как раз у нас храм освящен со всех сторон. И изнутри молитвой, и извне рукотворным светом. Работы по монтажу освещения выполнили специалисты Челябгорсвета. Строительно-монтажные работы длились около двух месяцев. Предварительно было выполнено 3D-моделирование подсветки здания. Произведены необходимые светотехнические расчеты. Установка подсветки стала частью реализации отраслевой целевой программы «Наружное освещение города Челябинска». По словам мэра города Станислава Машарова, решение помочь епархии в установке архитектурной подсветки на недавно возвращенном верующем храме стало вполне естественным. В то время, когда сюда возвращаются и службы, и возвращаются прихожане, очень важно, что именно в это время в городе показали, что такой храм существует. Он есть, он будет. И я считаю, что это символ того, что здесь возвращается духовная жизнь, именно в этом месте. Новую подсветку оценили и горожане. По мнению челябинцев, ночное алое поле с ярко освещенным храмом в центре стало гораздо более красивым и выразительным. Преобразился он просто. Раньше невзрачное такое здание было. А сейчас вот вечером идешь, издалека видно. Очень красиво. Очень приятно, что храм светится не только изнутри, но и снаружи. Всего по периметру и на фасаде здания установили 116 светильников. Вокруг храма смонтировано 8 опор с 30 прожекторами. В осветительном оборудовании использованы светодиодные лампы, обладающие высокой энергоэффективностью.